На 157 дней покинуть Землю в рабочих целях. Космонавт из Новосибирска Анна Кикина сегодня встретилась с журналистами региона. Екатерина Стывко выслушала, каково это быть в невесомости и какие планы у Кикиной на будущее. Мне нужно выполнить заправку емкости для воды, то есть наших ведер, из которых мы пьем на станции, но не напрямую, но перегружаем воду в эти емкости. Космонавт Анна Кикина показывает, как на МКС работает система водоснабжения. Женщина провела на орбите 157 дней. И впечатлило, конечно, первое ощущение невесомости. После расстегивания привязанных ремней в кресле тело взмыло. И вот это я почему-то задумалась вначале, потому что первое впечатление сильное было такое. Только потом я смогла приблизиться к лиминатору и увидеть Землю. Анна в космосе снимала образовательные ролики для социальных сетей, общалась в прямом эфире с учениками новосибирского планетария и, конечно, занималась большой наукой. В физико-космических лучах есть такое направление в технологии освоения космического пространства. К примеру, здесь такое исследование эксперименту F-атмосфера. F-атмосфера – это изучение свечения карты ночной атмосферы Земли в ближнем ультрафиолете. Наша задача – это собирать аппаратуру, следить за корректностью ее работы, за ее работоспособностью и передавать данные на Землю. Спортсменка, спасатель, инженер – специальностей у Кикиной много. Стать космонавтом она решила в 27. Прошла отбор и попала в команду Роскосмоса, где начала спецобучение. Помимо водных выживаний, у нас есть выживание в пустыне, в степи зимой, в зимних условиях – это снег, в лесисто-болотистой области. И во всех случаях наша задача построить укрытие, обеспечить себе сохранность жизни и дожидаться в течение нескольких дней, два с лишним. Мы проходим эти виды подготовки с определенной периодичностью регулярно, используя только те средства, которые у нас есть в спускаемом аппарате. Но особые навыки команде не понадобились. Приземление прошло успешно. После него полгода она проходила реабилитацию. А сейчас, перед отпуском, приехала в Новосибирск поздравить родной город с юбилеем. Я вдохновлена и настроена дальше летать в космос. Должна подойти моя следующая очередь. Космонавты распределены, спланированы и поставлены в экипажи на определенное количество времени вперед, на будущее. Я думаю, это не совсем в ближайшее время будет, но рассчитываю, что меня поставят в экипаж и буду готовиться к следующей экспедиции. Кстати, в космос наша землячка летала не одна. С ней был городовичок, символ Новосибирска. Эта история вдохновила режиссеров кукольного театра. Они поставили спектакль «Удивительный полет к звездам». И завтра Анна Кикина оценит творчество драматургов. Екатерина Стывко, Константин Менин, Новости ОТС.